Всем привет! С вами Антон Пчаровой и наше сегодняшнее видео будет не про машины. Несколько дней назад в блоге достаточно известного человека я написал небольшой комментарий о том, как я переехал жить за город и назвал его на правах нищеброда, живущего за городом. Тема исходного поста было о том, что за город это сложно, дорого и тяжело. Тем не менее мой опыт показывает, что это реально. Да, это тяжело, надо заниматься. Да, это дорого, нужны деньги, надо вкладывать свой труд, огромный труд, но это реально, главное хотеть. И поэтому я подумал и решил, тем более, что у меня как-то подписчику прибавилось к моему блогу, вот, что есть смысл записать серию заметок, посвященных моей стройке. Вот, я буду делать в формате видео, в основном, может быть, небольшие фотофото-зарисовки будут, вот, и будем восстанавливать хронологию событий по фотографиям. Тем более, сейчас зима, и на улице снимать не особо комфортно, поэтому будем работать по фото. В общем, добро пожаловать в записки нищеброда, живущего за городом. Вот. Видюшки буду сразу делать небольшими, чтобы это было и не слишком долго смотреть, и не надоедало, и коротко и по делу. В общем, предыстория. Зимой 2014 года сложилось так, что надо было как-то решать жилищный вопрос. Вот. Причем решать его в сжатые сроки и при фактическом отсутствии денег. То есть, либо какие-то съемные квартиры, либо ипотека, либо что-то еще. Глянув на расценки на ипотеку тогда, я понял, не потяну, потому что ставки, ставки, это самый разгар кризиса. Вот. Ставки на ипотеку зашкаливали за 15%. Для кредит на 15-20 лет это огромные деньги, переплата, это было нереально. Вот. Поэтому ипотека была отброшена. Вот. Все время ориентировался на какое-то съемное жилье. Ну, сегодня у тебя есть возможность, завтра у тебя нет возможности, и это все равно ты отдаешь свои деньги дяде. Вот. Поэтому, путем изговора штурма было принято решение, а не ввязаться ли нам в стройку. Вот. Решение, скажем так, не скажем так, было мегаосознанное. Вот. Я понятия не имел, как строить, что строить. Никогда этим, в принципе, не занимался. Вот. Но было желание. Желание устроить свою жизнь. На своей земле. Своими руками. При минимальных затратах. И без привлечения наемных работнику практически. Вот. И, собственно говоря, я буду рассказывать в стройцах этого блога, что из этого получилось. Вот. И, собственно говоря, наверное, следующее будет первое видюшко. Я расскажу о выборе участка. Но пока спасибо за просмотр. Если реально эта тема интересна, я буду продолжать снимать и рассказывать о том, как за 2015, 2016, 2017 годы были достигнуты определенные успехи. Вот. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайк, делайте репост. Спасибо.